Всем трем и доброго времени и суток. Это канал Boring Дмитрий или скучный? Скучный я? Да уж, куда же без потягушка. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры SnowRunner. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо. Помидорка Вячеславу TheCatExp и NoName. Они знают за что. Ссылка на донат в описании под видео. Так, знаете что, учитывая то, как мне этот засранец постоянно тычется в жопу, давайте-ка мы по отдельности поедем, ну вот нафиг. Не буду я выпендриваться. Все, он меня норовит перевернуть. Тут недалеко на самом деле, так что давайте просто поехали. Нас ждет долгий, неторопливый, крайне неторопливый геймплей по доставке всех бревен на точке. Это займет несколько серий, как говорится, игрокам приготовиться. Как там первому игроку приготовиться? Блин, так не посмотрел, кстати, этот фильм. Это будет глянда все-таки. Вроде говорят, ничего такой. Не безынтересный. Так, давайте-ка мы L-плюс поставим, хорош выпендриваться. Слушайте, страдаю в Элдене, ей-богу. Страдаю, без шуток. Добрался до какого-то мини-босса, вроде как, в пещере с вальками. Я прям совсем застрял, да? Ага. И он меня того грызет, скотина. Так, вот мы приехали, да? Прекрасно и далеко. Ты поедешь, нет? Ну поехали, алё! Ну ты чё, блин? Вообще уже остановился. Давай, вперёд! Родной! Офигеть! Поехали! Ты чё? Нифига себе, Денчик, ты чё, блин? Это всего лишь грёбаные брёвна. Ты чё, с ума сошёл? Это всего лишь брёвна, чувак! И ты так на них застарьёшь? Обалдеть! Плохо! Правда, я говорю, колёса. Всё-таки надо было ему те поставить. Ну, поменять. Да вот я говорю, проблема с брёвнами, что нельзя, например, их отцепить и телепортироваться домой. Быстренько эвакуироваться, вернуться, забрать. Раздражающий момент. Так вот, страдай, Волден Ринге. Хоть убей, не могу понять. Там как-то очень странно сделана система у воротов. Вот, без шуток. Там как бы, чтоб прыжок, то есть там кувырок, прыжок, отскок, рывок, всё на пробел. Я ещё вначале не понял, что рывок это оказывается, когда ты зажимаешь пробел. То это, грубо говоря, shift. То есть, когда ты зажимаешь рывок и нажимаешь вперёд, ну, пробел, то ты бежишь. Я ещё думал, что там бега нет нифига. Он есть. Просто ты зажимаешь пробел и бежишь. Но в этом проблема. Я не знаю, в чём приколюха, но я уже привык к этому, как его, к ремнанту. В том смысле, что, ну, в смысле, что вот кувырок, это кувырок. Нажал кувырок, и ты кувыркнулся. Да, он не всегда работает, но он всё равно есть. А здесь реально у меня периодически бывает такое, что я, типа, нажимаю пробел, и ничего. Ну, то есть, он как бежал, так и бежит. Просто кувырка просто нет. И такое ощущение, что, знаете, пробел надо не нажимать, а нажимать. То есть, типа, вот если ты его чуть подольше подержал, компьютер ещё, типа, игра соображает. Это ты сейчас рывок хочешь сделать? Или всё-таки кувырок хочешь сделать? Вот я не знаю. Пока что всё очень печально. Там, значит, этот босс, какой-то там зверо-человек, что ли, что-то такое, как-то так он называется. Вот, с этими, как их называют, с мамами, с мамами, с мобами обыкновенными, я плюс-минус вроде научился воевать. Вот, то есть, волки, эти, как их, солдаты, которые там ходят. Ну, летучие мыши надо будет тоже попробовать. Вот. Купил какую-то у местного торговца кольчужную хрень. Как по мне, это какая-то хрень, честно говоря. Ну, купил и купил. Улучшил свой баклер, свой малый щит и кинжаль на плюс один. Босс сумел довести до состояния полу-хп, но вот, честно, момент с уклонами для меня пока что остаётся каким-то непонятным. То есть, ну, в общем-то, вот в чём проблема подобных игр лично для меня, почему, например, ремнант мне больше нравится, потому что ремнант — это про дальний бой. То есть, там уклонение — это, ну, как сказать, это как бы дополнительная хрень. То есть, ей можно пользоваться, можно и не пользоваться.to. Ты можешь поставить ближнемуе, можешь поставить дальнемуе. Уклонение — это как бы просто дополнительная механика. Да. То есть, ей, в принципе, можно не пользоваться, на самом деле, я видел пару видео, мне скидывали ребята, где люди абсолютно спокойно в качестве инженера с этим тяжёлым вооружением, когда там нельзя уклониться, а можно просто сделать небольшой этот шажок такой в сторону. Абсолютно спокойно как бы этим пользуются, то есть, у них нет полноценного уклонения. Просто вот... Прыг-прыг как-то в сторону, и все. Но здесь-то уклонение, я так понимаю, это основная механика? Все ж таки. Или нет? Или я дурак? Нифига я понять не могу. О, вот и все, все, все. Заваливается, заваливается. Все глубже. И дальше, и дальше. А куда ты мне колеса-то повернул, родной? Ты что, блин? Куда ты их вывернул-то в сторону? И все. И застрял. И дальше он не может. Да, это, конечно, вау. Все, жопа выступает, как лютейший якорь. Вот, и я не совсем понимаю блок. Потому что блок как бы блокирует. Но здоровье все равно теряется. И пропадает выносливость. Блин, то есть как-то непонятно. Ну, ты же вроде защитился щитом. Так какого хрена ты здоровья теряешь? Не совсем понимаю контрудар. Вроде он то срабатывает, то нет. Удар в спину тоже. То у меня получается его сделать, то нет. Как-то... Больше всего, кажется, задрожает вот эту тему с уклонением. Я просто не понимаю, то она срабатывает, то не срабатывает. Поймите правильно. Не в смысле не срабатывает, что я типа уклонился, но по мне все равно урон прошел. Нет, не в этом смысле. В смысле, что ты бежишь, нажимаешь пробел, а уклонения нет. Он продолжает бежать. То есть, как бы игра, видимо, воспринимает это, что я хочу сделать не кувырок, а рывок. Как бы, блин, я не знаю. При этом меня абсолютно дико выбешивает, что на одну кнопку, на пробел, как там, рывок, как там, рывок, отскок, кувырок, блин, хочется сказать, ребята, в чем проблема была сделать бег на отдельную кнопку? Зачем это? То есть, рывок, это зажать пробел. Нахуй. Причем это в игре в самой. Хочется сказать, а зачем? Ну, то есть, почему у вас буквально однокнопочный геймплей? То есть, ну, я не знаю, для меня это так странно. Типа Elden Ring вообще, что ли, затачивал? Ну, то есть, насколько мне известно, современные джойстики кнопками не обделены, там кнопок ай-яй-яй. То есть, можно было бы сказать, что, типа, вот на джойстике кнопок не хватает. Да хера лысого, там этих кнопок, ну, не клавиатура, конечно, но один черт достаточно. И тут я, ну, я реально не допетриваю этого момента. Зачем все на одну кнопку? Хм? В общем, пока что Elden Ring... Не, мне, в принципе, нравится. Я не говорю, что прям, ааа, ничего не получается. Нет, я разберусь, наверное, потихоньку-полегоньку. Немножко смущает, как бы... Я, как бы, прокачки не вижу. В общем, про... И чё? И чего? И куда? Чё происходит? Чё ты застрял? Ааа, ёлочка! Ты зацепился за ёлочку! Ой, ты молодец какой! Ну, подвинь свою сраку-то, блин, а! За ёлочку он зацепился, блин! Дик, давай! Оф, ну и поездка. А теперь, самое... Вот, а теперь всем тем, кто писал мне, ну, тё, ты не пользуешься прицепами, объясняю в десятый, сука, раз. Несколько раздражённым тоном, даже пренебрежительным и в чём-то оскорбительным этим тоном. Понимаете, что вот смотрите, когда я приезжаю сюда, вот на эту, например, грёбаную точку, что-то привезти в эту жопу мира, будь я сейчас, по стандарту, двумя грузовиками, я бы сделал так, бум, и вот так, бум. Но мне пишут, открепите прицеп, то есть для того, чтобы эвакуироваться, мне нужно бросить прицеп, а я не хочу его бросать, понимаете, вот есть у меня такой пунктик, пунк на КТ, пунк на КТ, на КТ, такой пунк на КТ у меня есть. Понимаете, я, конечно, могу его бросить и купить новый, у меня денег хватает, но я не хочу так делать, это неправильно. А значит, сейчас я с этим сраным прицепом попрусь в обратную сторону, опять. То есть сейчас бы я сейчас так, эвакуация, и отсюда бы поехал сюда, а теперь я вынужден... Ну, как вы, возможно, заметили, я не люблю прицепы. Если мне кто-то сейчас напишет, что ну вот, там на сложном вообще эвакуироваться нельзя, или за деньги, а я отвечу, ребята, я играю не на сложном, потому что ебал я эту сложность вообще щели. Как это? Кому-то нужна сложность, ну, устройтесь работать обычным дальнобойщиком, вашу же за ногу, блин. Я посмотрю, через сколько времени вы пойдете вешаться, поработайте в общественном транспорте, я не знаю, там, тоже неплохой такой гемор. Сейчас мне нужно это возвращать обратно, буквально. Я же продать его здесь не могу. Ну, а, мне, кстати, Дэри Лонгхорн предлагали, Дэри Лонгхорн, ну, вообще, да, Данька не очень подходит под бревна. Сейчас посмотрим, как Ворон справится, но пока что, сейчас попробуем. Сейчас мы, во-первых, да, довезем прицеп до точки, пока что остановимся, доедем до гаража, но Данька прям очень плохо с этим прицепом. Там вообще, в принципе, зависит, ну, что такое, да? Ну, главное, прет вверх и все, хотя колеса вывернуты вправо, и нет его, все равно прям затаскивает вверх. Законы физики слегка плачут в этот момент. В общем, такие пироги. Не знаю. По поводу Долда Ринга, я же буду играть, но пока что ни хрена не понимаю. И мне это не нравится, честно скажу. Ничего не понятно. Ничего не ясно. Ничего я не могу. Еще и взял не тот класс, по-моему. Саухим. А еще я никак там не могу разобраться. У меня в инвентаре лежат всякие метательные плюхи. Как ими пользоваться? Все уже перенажимал. Где назначение-то, елки-палки? Что-то, эта игра у нас реально странная. То есть... Она мне, знаете, по своей сути, немножко напоминает каких-нибудь вангеров. Это, знаете, из серии тех людей, которые пережили всех вангеров, да, разобрались там во всем. И теперь активно рассказывают, что да не, ребят, игра-то на самом деле интересная. Да нет, игра на самом деле говно. То есть она переусложненная, она очень неприятная. Она, как сказать... Она неприятная для глаза. Она неприятная... Она, в принципе, неприятная. То есть... Она, извините... То, что там запутанный сюжет... И из серии, надо пострадать, чтобы что-то там получить. Ну, за ЕЕ, как бы. То есть она во многих пунктах, она крайне, именно что неприятная. То есть это не то, чем ты хочешь заниматься. И я не знаю, Elden Ring при всей своей красоте выглядит для меня примерно так же. То есть это какая-то... Уже какие-то проблемы. Причем проблемы хрен с ним. Даже сам-то мир прикольный, красивый. Вроде там что-то много всего. О, странное управление. Для меня вообще была охренительной мыслью, когда оказалось, что карта это не M. Это G. Хочется задать простой вопрос. Простите. Карта. Во все времена. Во всех играх. Карта это M. Map. Map. G. Это на каком языке карта на G начинается, если... Или тут в смысле точка G у игры эта карта? Ну, серьезно. То есть... Нет, ну, без шуток. Почему G это? Серьезно. Карта... Что? То есть... Я не знаю, я настолько привык, что у меня это так дико. Карта на G. E, Q это в... Q это выход. E это вход. Что? Почему? E и Q? Почему я и... Как? Всю жизнь был escape выход. Что за бред? Я не знаю, блин, реально. Я просто играю в эту игру, у меня целая куча вопросов по технической части. Такое ощущение, что... Как это из серии. Ребята, а вы зачем так много всего пытались типа своего придумать? На хера? Не знаю, пока что у меня такие очень смешанные ощущения. То есть, как бы... Я вижу какой-то геморрой, в который мне не особо хочется влезать. Может, конечно, я взял не того персонажа? Может быть. Может быть. Я за разбойника еще играю. Или грабителя, как он там правил. Может быть. Может быть. Может и не того. Плюс вот еще, что меня, например, покоробило на первом же боссе. Я как-то привык, что в соусах, вроде бы, обычно сохраняшки, ну, всякие предбоссовые, они как бы непосредственно перед боссом. Ну, или где-то рядом. Или нет. Или я что-то путаю. Я не играл, врать не буду. Я просто видел, и вроде как все время показывается, что если ты где-то помер, то ты бац, так вышел и сразу... Ну, да господи, чего-то далеко уходить. В том же этом... Как я называю это-то? Пуф. Во что я сейчас играю? Ай, караул. Ремнант. Че, елки-палки, забыл. Вот. В ремнанте, да, то есть всегда есть какая-то сохраняшка непосредственно перед боссом. Чтобы если... То есть логично, что он рассчитывается на то, что ты там, простите, несколько раз подохнешь, пока будешь разбираться, как это говно работает и что с ним делать, да? Вот. Здесь вот, например, вот этот босс. Вот этот вот зверочеловек. Там сохраняшка в пещере, но перед ним сидят волки. То есть для того, чтобы до него дойти, нужно либо их проигнорировать, либо их каждый раз убивать. Ну, не их там, одного-двух максимум, вот, но просто как-то, я не знаю, это как-то очень странно. В общем, да. Игра откровенно вызывает странные ощущения. Плюс она какая-то плавная. Я вот не могу это объяснить, но вот как будто хочется большей резкости, что ли, в действиях, еще что-то. Не могу объяснить, вот. Как будто скорость именно, где-то чего-то, какой-то вот рассинхрон, грубо говоря, между мной и этой игрой. Я никак не могу поймать этот ритм, то есть уклонение, блок, удар, вот это вот все. Как-то, не знаю. Посмотрим, посмотрим. Пока что все не очень хорошо, как вы понимаете. Мягко говоря. И мне сказали посмотреть Дерри Лонг Хорна. Рна. Такой вот Хорна. Хорни. Хорни. Так, Дерри Лонг Хорни. Давайте посмотрим на Дерри Лонг Хорни, что это за хрень так. Не, я вроде помню название, только не помню, что за машина. Как это название-то я помню. Так, сейчас твоя очередь, поедешь. Посмотрим. Так, стоянбус. Заглохни. Так, Дерри Лонг Хорн. Кто это такой и где он находится? Стоянка. Наверное, это какой-то тяж или вездеход. Лонг Хорн. Тяж. А, вот. Д. Подожди. А с ним же какая-то проблема была. Подожди, подожди. Точно была. Что-то в нем... Ой, не хватает. В минус В. Я помню, что с ним была какая-то проблема. Я не помню, в чем он заключался. Ну, давайте возьмем. Только ему на цепь поставить, потому что он будет лазать вверх. Ну, да, средний отлично, отлично. Черный у нас, желтый у нас сделать. Ну, они не все желтые. Может, оранжевый? Прекрасный. А дайте красный. Блин, я не помню, в чем было дело, но в чем-то дело было. Почему-то он мне... Блин, не могу вспомнить. Но что-то с ним было не так. Вот хоть ты лопни, хоть ты тресни. Не помню, что. Так, давайте тогда Дэнк пока пусть отдыхает. Ну, потому что он действительно с бревнами не справляется. Нам в любом случае нужен кто-то другой. Прости, Дэнчика. Ну, ты... Давай. Да и шины мы тебе пока вот эти поставим. И расположим, что там как раз на свободное место одно есть. Вот там пока и стой. В смысле? Эй, я же заменил шины. Алло. В смысле? А, или я их продал? Я их продал в своем случае. Хе-хе. Ну ладно. Бывает. Кстати, вранье. Колесо на замену не того вида. Ай-яй. И тут наябывают. Ужас какой. Сплошной наяб. Яб и наяб. Аяб и наяб. Кто знает, в чем прикол этих двух названий. Названий. Вот так. Так. Ну что ж. Дырим. Давай-ка забери прицепчик. Тише-тише-тише. Посмотрим, как ты себя поведешь. Ну, ты пока заглохнем. А, подожди, я что заглохну. Нет, поехали. Сейчас мы ее до точки довезем, загрузим. Пусть пока там стоит. Свет. Маячки. Звук. Хороший. Что внутри? О-о-о. Какой кошмар. Я прям мерзну от одного вида, от этой кабины. Ладно, попробуем, что это чудо нам покажет. Вроде я что-то с ним пытался делать. И что-то мне с ним не понравилось. Вот хоть убей, не помню что. Или это не с ним? А. Поглядим. Шнурскель у него стоит. Все нормально. Все нормально. Поползли. Что-то нам в воде покажешь. Ну, кстати, по воде поряд довольно уверенно. Ну, а на Элечку можно все равно переключиться. О, понял. И что? А, в этом смысле? Забавно его притормозило. Не, ну по воде порядка достаточно уверенно. Что не может не радовать. Столько колес унизу. Что-то сплошные колеса. У него практически по всей длине машины колеса. По ощущениям, эта машина вообще буксовать не должна. Без шуток. У него полный привод и дифференциал. И колеса буквально почти по всей длине корпуса. Буквально еще одну поставить и будет реально по всей длине корпуса. Вот еще, кстати, кто бы мне дуракой объяснил. А что мешало? Вот бензобак запихнуть куда-нибудь вот сюда. Ну, просто там внизу несколько модулей так очень неприятно свешиваются. И что это такое у меня наверху? Вот это вот. Вот это вот. Это что это? Оно явно не... То есть это явно какой-то блок чего-то там. Но я не очень понимаю, что это. Рычаги какие-то. Может тут что-то есть? Да нет. Все похоже на какую-то лютую лебедку. Секундочку. А, ну да, да, вот лебедка. А, да, вот я просто не увидел вот эти вот висюльки. А, ну понятно. Это еще один девайс, который есть, но которого... Как бы есть, но как бы его нет, да? То есть это тоже чувак, который умеет много чего на себя затаскивать. Почему, судя по всему, затаскивает армейскую технику, судя по этому... По вот этим вот мощнейшим лебедушкам этот дяденька явно на себе танки таскает вполне спокойно в оригинале. В таком случае он вообще застревать не должен. Нигде! Он не ездит по дорогам. Там, где он едет, там дорога. Плюх. Ладно, поглядим, как он себя поведет в итоге. Расход, в принципе, не сказать, что уж очень большой для такой-то машины. Хотя, блин, считай, в одну сторону 80 литров скушал вполне себе. Так, супа, куда мы едем сейчас? Что, может сюда тогда сгонить попробовать? Может отсюда тогда? А чего бы, кстати, и нет. А, нет, все нормально. Вот туда. Поехали. Ты что-то не знаю, пусть пока ворон там стоит. Да уж, а я, честно говоря, и не распознал, что это лебедка. Так смотришь, вроде какие-то... Вот с моего ракурса, по крайней мере, выглядят, как какие-то эти... Даже не знаю, баллоны с чем-то. Сейчас-то я уже вижу лебедку, но это я уже знаю, что это лебедка, а так если не приглядываться, то стоит-стоит какая-то хрень. Наверняка эта штука таскает танки, без шуток перевозят всякую бронетехнику. Моща! Ну тогда ему реально вообще... Нет, мне кажется, тут должна быть проходимость очень мощная, очень такая лютая, вообще не должен застревать. Хотя тоже, конечно, да блин, вопрос. Должен, не должен, будет, не будет. Тахер его знает, как говорится. Интересно, а насколько тут актуален полный привод? Ну просто полный... Я так понимаю же у него... Сейчас... Ну да, то есть так у него просто передний не крутится, а так крутится. Ну хотя нет, почему? Актуален. Полный привод всегда актуален, даже если... Сколько бы там сзади колес не было, один четко его, когда перед тоже... То есть толкать... То есть когда приходится все-таки еще и толкать передний нос, переднюю вот эту вот пару... Все равно похуже выходит. В этой машине скорее все-таки главным дифференциалом является, нежели полный привод. Ну ладно, ладно, ну че ты... Ну отключил на секунду, че сразу? Вот так вот, все, и застрял. Ах ты, говорит... Пошутить, говорит, вздумал. Так и я, говорит, тоже шутить умею. Ты, говорит, пошутил, мы тоже смеяться умеем. Сейчас и мы пошутим. Не, ну возможно, если б я L- урубил. Давай, 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 давай но топливо, хотя наверно все таки я не прав, топливо улетает очень хорошо, то есть считаю поездка, ну треть бак тю-тю, хуже, а я еще не доехал я говорю так поиграешь подобные игры или поработаешь где-нибудь в авто в любом автопарке и просто с ужасом начинаешь осознавать какое количество бензина сжигается просто даже какой там ежедневный, ежесекундно блин так там в мультике там, как его, Иван Царевич и Серый Волк когда они там слегка, подожди, да это там было когда они слегка прошлись по скажем так неправильному использованию природных ресурсов, ну, говорит, у нас и недра так, если на обычную да, тут дифференциал вырубается и все, смотрите сразу тут вырубается дифференциал и становится как-то грустно ничего себе, смотрите-ка, что-то, говорит, дорожка ровная, слишком для моего диссеренциал, ну ты батюшки, какая няша, так сударь вы меня заправите? наверное, все-таки да, но его все равно эвакуировать уже ай, красота все равно его же эвакуировать надо самому дозаправку, так что а, да а, я его, наверное, с той цистерны заправил, точно-точно ой, красиво, чёрт побери ну, вот это вот, 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 вот вот это, блин, я не знаю, вот это правильно когда ты видишь реальный результат того, что ты ездил, ездил, что-то делал я не знаю, вот по поводу ммошки на тему сноурайнера, мне кажется, что вот такие моменты, они были бы очень ну, как сказать пусть даже это было бы очень затянуто в плане провоза грузов но когда появлялись бы такие застроенные локации, потихоньку ну, хотя, да, конечно это было бы нудноватый геймплей даже очень без шуток с другой стороны, давайте будем честны любая ММО это нудный геймплей ну, без шуток там же все задания, по сути это принеси-подай убить вот даже даже задание пойти убить дракона один черт это ну, как бы сколько там этих драконов, да? а сколько ты к нему готовился? ну, то есть такое тут другой вопрос, что надо будет слишком много карт со всякими вот такими восстанавливающимися штуками ну, да так сейчас нам где-то тут уже надо поворачивать почему-то уху там так 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 ползи, родной, ползи Так, ну Денька бы тут не залез Он бы тут сто пудов Забуксовался и все такое Сюда, кстати, можно было колеса И не на этих, не на цепях делать А те Обычные Что, все? Серьезно? Интересно Нет видимых точек для крепления Давайте назад Тогда сдадим Ты серьезно? Ты прям вообще отказываешься ехать? Смотрите, что происходит Ну езжай вперед-то, Алену Ты че? Пипец Я-то дурак Думал, он эти бремы вытащить не может Он себя даже туда поднять не может Не то, что бревна Все, тут доезжает до этого места И встает намертво Не туда и не сюда, как говорится Все, вот приехали Я, говорит, дальше не могу Отстаньте от меня Обалдеть Ну ты, блин, вообще И че, реально не зацепиться? Офигеть Да что ж, даже эти елочки не являются зацепом Это вы что, угараете, что ли, блин? Ой, ну и геморрой Ах Туз Поехали выручать Дерни шоу Так, что у тебя там с колесами Так, что у тебя там с колесами Не берет дыри Но, правда, опять же Вопрос Возможно, там дело все-таки еще и в шинах То, что у цепей у нее уже сцепление с грязью-то похуже Или с чем там То есть, все-таки Возможно, еще в этом все-таки дело Может быть, может быть А может и не быть Ладно, затащим как-нибудь Сейчас я думаю Этой одной Татарской силы Хватит Точно Есть лошадиные силы Есть Человеческие А есть татарские Это туз татарин Не просто татарин Это туз Пошу заметить Не король, не дама, не валет Боже упаси, там десятка или шестерка Или даже двойка Это туз, ребята Но, правда, не джокер Вот тут тоже, конечно Есть один маленький нюансик Все, что это не джокер Понимаете Вот эти какое дело Но, с другой стороны, туз Ну, хотя тоже Не всегда и не везде все-таки Хотя, как там На Дерибасовской Хорошая погода На Брайтон Бич Опять идут дожди Туз Вон и в Африке туз Ну и где ты там За старееныш И вообще, что, объехать надо Блин, это, по-моему, в самом узком месте Вау-вау Вау-вау Вот Камера так немножко дернулась Да, типа, смотри Опа, ты смотришь сверху Опа, ты едешь в стол Супочка Возможно, конечно Ну, а Эль плюс Да ты че, блин, ну Пипец, я мышу двигаю Вверх-вверх-вверх Стоит на Эльке Застрял и все Ни туда, ни сюда Вот это, надеюсь, сейчас Не застрянешь здесь Будет как-то уж слишком Вверх-вверх-вверх Давай, чувак Ну-ка, смотри Да ну нифига ж себе Ты серьезно? То есть даже в таком ракурсе Ты его вытащить не можешь Вот он залип, блин Не как его Обалдеть Смотрите на это чудо Ну давай Да сдвигайся ты Ты че, блин Посоветовали Посоветовали Ёлки-палки Да Дыри, говорите Чувак, ну ты че Ну давай Ну дай подвижку-то Алло Ну Хоть куда-нибудь Ну Он сейчас перевернется По-моему Уже, да? Он реально там Он как-то подзакопался И пытается сейчас Перевернуться, зараза Кстати, да Смотрите, он переворачивается Стой ты, блин Ты че, может у тебя Своя лебедка достанет? О Давай, блин Вытаскивай ты свою жопу Оттуда Ты смотри И опять застрял Да вы че, угорайте что ли, блин Вячеслав, алло Ты мне че, блин Присоветовал Это че за машина? Он никуда сдвинуться, блин Не может Пипец, блин На каждом пригорочке застрял По два раза Я, конечно, знаю, что бревна Это, в принципе, бич этой игры Ну твою мать Ну вот сейчас ты че, ну И опять Все, блин Мне мощности не хватает Отъебись Кошмар какой-то Это я уже не один раз говорил Что на самом деле Большинство заданий В этой игре Они относятся к заданиям Когда заказчика просто шлют нахер Ну без шуток То есть Заказчик там Я, говорит, хочу вот это вот Чтоб мне доставили Говорит, слышь, мужик Пошел ты нахер Просто Без шуток Безо всяких Просто И все Ну Ну То есть Ты сейчас вообще никак не можешь Да Вот просто Куда Хорошо Ну что это? Ну давай Ну Додвигайся Алло Ну пожалуйста Блин Ну ты че? Пиздец какой-то Да хватит уже туда-то цепляться Ни покой вообще ни черта не может Блин Танки, блин Какие в пизду танки Ёшкин кот Ты бы он свою жопу, блин, сдвинуть Не может с места Он сейчас себя не может сдвинуть Блин Он просто не может сам себя сейчас сдвинуть У него сейчас нет камней Ничего нет Потом Блин Он чуть-чуть перевернулся Все Он опять ни хера не может Кошмар И кем его вытаскивать? Татарин тоже не справляется У него мощи не хватает Чтобы тут рантайку таскать Вот я вспомнил Почему мне этот Дерри не понравился Потому что у него по умолчанию Нет полного привода и этого Собственно говоря Вот сейчас он наедет на камень И хер я его оттуда вытащу Или протащу все-таки Хз, может протащу, может нет Не Я говорю, почему мне не понравился Этот Дерри Лонгхорн Я, ну я на самом деле Я думаю, скорее всего Как раз дело в том Что у него нет По умолчанию Дифференциала И полного привода И соответственно Когда ты его тащишь за собой Соответственно Че там нахер? Куда? Сука Ты еще давай улети, блин Вы это видели, да? Так, нет, стоп Отцепляем А вот здесь мы сейчас просто на нем перевернемся Я чувствую А как здесь, я не знаю Что-то сейчас тут не про Блядь, я про это место совсем забыл Оооо, тут по-хорошему надо было вот так вот, да? Сук Ебанное задание Чип Ты будешь ехать? Нет, а ну что ты, еб твою за ногу Тут есть хоть одно место, которое ты можешь просто проехать Чего? Он себе колесо угробил? Пф, все, блин, застрял Я тут, он не может ехать Ааа, боже, какое говно А че, ну вот как сейчас здесь? Вниз езжать? Так он не вылезет потом с этого низа И наверх он не забыл Какое колесо тут у всех прохерачил? Песа узнает Ну какой-то прохерачил Я, смотрите, ну че Ну он не едет, господи Ну Никак, блин Ни на пониженный, ни на повышенный Ни на какой, блин, он не едет Ааа, то есть у него еще есть задние поворотные Ааа Да, только есть одно новое Толку с этого И он у меня переворачивается Нет, тут не за что зацепить Он сейчас улетит У него задние поворотные Вот еще что Я бы не сказал, что это бонус В данном случае Можно, конечно В смысле А я не могу его? Аа Могу только удалить, да? Ой, блин Да, это надо было сверху залезать Снизу точнее залезать Вот оттуда И заезжать наверх А тут сбоку я сейчас кувыркнусь Скорее всего Это надо либо себя как-то подпереть чем-то Чтобы не улететь Ну тут я даже не знаю Кого-то везти сюда нужно БТР его, скорее всего, не удержит Так Да То, что у него жопа поворачивает Это Я не знаю В данном случае Это не сказать, что гигантский какой-то плюс Я бы не назвал это прям плюсом Потому что недостаточно Не настолько длинная машина Для маневрирования, да Но Для маневрирования Как бы здесь-то эта роль не играет Жопа-то, вон она То есть то, что у нее Вот он опять застрял Интересный способ Да, ну залезть-то не может Че толку-то, блин? Отпусти Нет, не падай, не падай Только не Ну да, сейчас его чисто БТР держит Ну он че? Ну вот он застрял Закопался И ничего сделать сейчас не может Опять Тут ни за что не зацепишься Ну че толку? Ну давай Ну вперед Ну хоть куда-нибудь Ну хоть как-то Я не знаю Че-то он уже не едет Вперед Он не может сам себя Сдвинуть сейчас Бам И все, он лег И вылезти он не в состоянии Да ну, бляха-муха Ну что это Я не могу Спасать его что ли тогда Пока еще Колеса-то поверни Тушка, блин Ну Задний ход Ты двигаться-то будешь? Че толку? Я не могу Я не могу Им залезть Сука Наверх Никак Просто Хоть че, блин Выдумывает Он че-то заваливается И закапываться, блин И здесь на самом деле Это его поворотная Жопа, блин Только мешает Честно говоря Сейчас тебе попробовать Его как-то Тоже херни Мается, блин Колеса вывернуты влево Ни хера не поворачивает Крокодил Ни одного зацепа Сраный лагерь Он сейчас упадет Ну Он сейчас упадет Все Все-таки потерял одно Блин Блин, блядь, а Как? Как? Я не могу Ну ты Тварь Ты дикая Ну что? Почему ты одно бревно? Как ты его хитрился потерять? Говна Кусок Как я ненавижу Эти бревенчатые задания Чтоб, сука Кто-то их придумал Блядь, блядь, бешеная собака Хер откусила Если нет, блядь В жопу, значит, выдрала Где вот у меня этот Кран, блин Кто помнит? Кто у нас вообще? На ком-то же стоял вроде этот 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 Нет, разве? Натяжен На каком-то На ком-то же вроде стоял Это Это А может Вот этот Дэрил Лонхорн Имел в виду Ходж Кстати, может быть А с ним что? Почему он у меня здесь стоит? Не помню А, значит, не этот Ну, подождите, а может у меня На той карте где-то Я просто помню, что вроде какой-то грузовик у меня был с этим долбаным краном Или нет Да пёс его знает Ах, пиздуй, извините за мой французский Ах, где там Ну, а смысл? Я не знаю Я лучше сейчас Так Пиздуй отсюда Так Нам нужен кто-то другой, да? Так, теперь Где там этот Тут Затащи так говно, пожалуйста До базы Я тебя очень прошу Понимаю, что у тебя вообще неохота с этим бельмом возиться Ну, давай Что-то Да волоки Тут надо, да, с этой стороны подъезжать смысла нет никакого Ты просто улетишь Значит, надо Как тут То есть Вот Так что ли Как-то Ну, видимо Кого-то наверх Чтоб подтянул Так что Да, Дерри, Лонгхорн, не, ну это вообще не вариант, он просто останавливается в некоторых местах. С тем же успехом Дэна можно использовать. Он тут точно так же застрянет. Кстати, еще вопрос, а может и не застрянет, кстати? ХЗ. Может сейчас его надо будет испробовать. Нет, конечно, можно попробовать дать этому Дерри Лонгхорну шанс, в том смысле, что переставить ему колеса другие. Попробовать еще раз, с другой стороны. Ну, можно, в принципе. Тут еще, видите, проблема с перестановкой колес в том, что когда ты уже погрузил бревна, ты не можешь их переустановить. То есть ты не можешь с бревнами, я так понимаю, заехать в гараж. Вот сейчас что было, чувак? Я вообще-то влево поворачиваю. Чувак, ну повернись, ну что с тобой? Туз, ну ты-то, пожалуйста, Туз, не тупи, а я тебя очень прошу. Ты что уж, блин? Сейчас попробуем воронам залезть туда же, только с другого ракурса на цепях. Посмотрим, как он себя там поведет. Это обрубок настоящего прицепа. Где-нибудь тут пока кинем, валяется. Хотя, почему тут около магазина его швырнуть? Вам не забыть потом продать этот кусок металлолома. Так. Так. вот честное слово они бы лучше задние колеса поворотные вот этом товарищу сделаю без шуток давайте попробуем сначала этим воронам туда проехать причем именно на цепях посмотрим будет это иметь какой-то смысл или нет так то есть у нас получается топливо есть да так это у нас где так 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 сюда это видимо вот сюда так 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 поехали тут цепи да да цепи все нормально те же цепи только с другого ракурса посмотрим как это товарищ справится дариланд корн пока что идет нахрен широким шагом может я к счету неправильно делаю вполне может быть но как говорится под мой неправильный геймплей наверняка должна быть такая же неправильная машина не просто надо найти чувство ну или машины потому что уж учитывая что это же батарея нам не смогу выцарпать оттуда в итоге но извините это уже перебор ну и опять же вот конкретно тут поворотная жопа его по моему честно говоря наоборот делает только хуже ну просто как бы ну я не знаю машина короткая то есть почему я например так мечтаю о поворотной заднице у этого ну твинстер твинстера ну потому что он длинный сам по себе то есть ему это логично а здесь как бы поворотная задница но я даже не знаю это как то так во первых я не заметил то есть как то по моему она больше мешает честно говоря чем помогает вот вопрос а почему груз убрели нельзя перевозить ну хотя нет на твинстере не получилось бы они длинные да даже за часть к тебе бревен и вот так ты построил завод красивый все сделал и бревна и не просто бревна два туда два сюда еще одно еще три таких заданий бревна 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 отвези бревна заебали вы со своими бревнами блин я не знаю реально кто такой сука древофил в этой компании чтоб ты себе за носу в залу посадил подлюка такая две за носу чтоб ты членом застрял в дупле в котором сидит очень голодная бешеная белка вот на что спорим что здесь бы что денька что лонгхорн застряли бы вот уверен абсолютно вот пригонись вот я говорю тоже не поэкспериментируешь то есть надо взять бревна приволочь тоже для проблем бревен их нельзя перегрузить на кого-то то есть нельзя их отцепить и уехать ну нет конечно можно можно распаковываешь груз отцепить распаковать тоже нельзя а почему там было нельзя не понял ну ладно распаковываешь груз убираешь его этим краном потом возвращаешься на машине подцепляешься к этой штуке краном ставишь обратно елки-палки хочется задать простой вопрос а почему вот у этого вот груза нет возможности подъема краном обычным просто как груза единым куском блин блин ну я не знаю такая дичь на самом деле они же сцеплены между собой вот пожалуйста почему мне обязательно нужно их разваливать вот же они связаны между собой все нормально держатся как это две связки мало ну поставьте 3,4,8 я не знаю в конце концов да и потом по поводу что их мало это за звездёж чистой воды помнится как-то раз на одной из строек я даже вот честно уже не вспомню на кой чёрт нам потребовались зачем именно так сделали но это реально была дикая порнография то есть потом инженер по технике безопасности за нашим прорабом что называется с этим со здоровенным елдаком бегал по всей стройке с целью этот самый елдак тишите куда 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 тебя потащило алё запихнуть нашему прорабу куда поглубже туда где солнце не светится вот но по какой-то необъяснимой причине короче говоря трубы какие по-моему металлические тоже вот так же вот кучей сгрузили мы их в итоге стянули двумя шнурами стальными тросиками и вот таким единым куском подняли краном это было пипец как быстро и пипец как опасно но это было нормально то есть как бы тросики даже не растянулись я имею в виду мы интересы разу прямо потом провели мы помнили там длину этих тросов я помню их замеряли они там по 20 метров что ли каждый был в длину что то такое и мы потом их когда собственно говоря раскрепили все это дело полезно так сказать взяли его промерили он как 12 метров так и остался ну то есть там как грубо говоря был до этого 20 метров стал 20 метров и там пару сантиметров что то такое ну в общем то это вообще не знаете что называется Эй, воу, воу, нормально же я ехал. Куда тебя потащило? В правую сторону. Ну-ка, хорош. Ну что, момент истины. Залезет, не залезет. Мне кажется, что хер лысого они... А, подожди, точнее, момент истины, он там выше. Тут сейчас момент истины будет. Ну, конечно, груз от бревен, вот так волочить, это, конечно, полная порнография. Реально ведь, ну, я уверен, огромное количество, вот если бы, действительно, в реальности был бы какой-то похожий заказ, водил бы, просто отказывались, то есть сказать, что, еванулся, что ли, иди ты нахер, как-то не поеду я туда, блин, ни за какие деньги, с ума сошел. Все, бревна им нужно, ну, давай. Ну, ты смотри, а ну, куда угодно. Ну, давай, ну! Куда? Ну! Ну, чувак, ну, ехали же нормально, ну, давай, ну! Давай, 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 давай. Давай, блин, давай, ну! Собака, вот меня свезло в сторону на эти сраные камни. И все, я тебе не могу вылезти. Стоять! Тише, тише, не взрывайся. Так неудобно. Да еще и подвисать мне тут начал, да? Да. Тише, тише, тише. Так, неудобно. Так, неудобно. Так. 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 Вот 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 так. Сейчас. Вот так. 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 в принципе есть один вариант попробовать сейчас, если нашего туза поставить тут наверх использовать его в качестве зацепа для жопы то есть вот я сейчас вот так вот, блин, да заведись ты стой, да куда ты я же, ты твою за ногу, ну ты что прикалываешься что ли и зачем, ну класс, и нафига ты это сделал но просто укатился, класс, оставил его на ручнике, блин, зашипись, а что ты уехал-то, блин, зашипись, а что ты уехал-то, блин, зашипись, а что ты уехал-то, блин? зараза эй, где? ну, ты что, издеваешься что ли, а? да, блин, да стой ты хватит что ли, проект должно хватить поставил на ручник называется, тут же укатился радостно вниз, блин, а что ты сейчас-то не катишься, вот я тебе говорю, нет, самое смешное, да, вот сейчас вот я, просто отпуская газ, он стоит на месте как вкопанный, блин, буквально стоит на месте как вкопанный 건물 ты серьезно что ли подлюг и не могу почему ты перевернулся ёшкин ты кот и конечно там все укатилась до ебать его конем да вы чё ну серьезно что ли то что это за задание это такое грёбанное просто первое что он сделал это перевернулся блять как туда затащить эти грёбаные бревна че раньше ли кран сюда ставить подвозить и перегружать их блин говно кусок идите нахер отсюда это пипец какой-то то есть тут средний ну дайте вот эти попробую да где не знаю кого там использовать просто не знаю то у нас есть перевозчиков бревен петель я не знаю ворона для попробовать азов не вытянет тайгу может нет точно нет зикса в принципе можно попробовать он вроде а чем он у меня занимался вообще можно попробовать икса интересно интересно да покажет и покажет ли он себя хоть как-нибудь ну и место, блин, как туда заезжать, как туда въезжать, что за бред вообще я еще думал на тот склад проблем, понятно почему они тут западные лады сделали одну доставку наверное эти тестировщики, блин, это, я не знаю, с бейсбольными битами пришли просто к разработчику сказали, слышь, чувак, это давай удаляй чуваку, который-то бревна ему на каждое слово бревна, видать, прилетала бейсбольная бита и поебало пока он не допер, что люди чем-то недовольны что-то какая тут, я говорю, еще проблема в том, что тут зацепа нет ни хрена, вообще тут не за что, блять, зацепиться вообще не за что одно единственное дерево, вот оно, все, и там больше нет ничего вот там вдали одно есть, ну я не знаю это так 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 я не помню почему zix но мне кто-то его хвалил тоже попробовать кто-то же должен тут залезть принципе конечно как вариант еще как вариант из чем из чем можно попробовать допустим поставить кого-то наверху зацепиться за него когда я буду залезать но при этом то есть не им зацепить чувака с бревнами а за него зацепиться чуваком с бревнами чтобы он спереди ехал попытаться такую херню провернуть кому но бтр здесь не тянет без шуток бтр хорош да вот чтобы вернуть вот так вот прицепчик назад потом приволочь он прям да прям номер ума прям ты чё эй ты чё случилось кого-то наверх поставить вопрос какую машину по-хорошему нужно что-то мощное ну в смысле мощь ну в смысле мощная в смысле мощная бтр как бы может туда проехать вполне себе спокойно но он все-таки не то есть мощи у нее не хватает не так не сяк тут вообще как перевернул чем заметить он именно что перевернул он не потащил за собой он перевернул просто может надо было поближе встать вообще такое ощущение что нужно нужно какое-то знаете вот совместное действие то есть чтобы одновременно тянули с одной стороны то есть до чтобы его развернуть чтобы жопу тащили вперед чуть-чуть подтаскивали а соответственно спереди чувак давал газу и вот так вот таким вот образом как-то это все сдвиги ну как бы контролировать а тут получается что-то тянешь с одной стороны жопа намертво застрел как это крутишь как хулаху по круг собственной заднице то есть как бы туда и не сюда то есть такое ощущение что в копе этот вопрос решить было бы достаточно легко мне кажется кстати да скорее всего между чем скорее всего на самом деле без шуток действительно мне кажется в копе это было бы гораздо проще вот эту задачу то есть действительно один бы ковырялся непосредственно с машиной а второй его бы под этого подталкивал мог тюнинг да нету чего он и мощный и надежный и все остальное да уж палочка-выручалочка крокодильчик наш до создателю задание по бревнам все тебе плохого родной паршивая тапсина дверь вошь подзалубная так сколько время скажите мне мне кажется я заигрался да мне не кажется я заигрался ладно в следующий раз попробуем на зикси попробуем других шинах в общем будем пробовать а нашу возили пора отдыхать да и мне тоже надо во что-нибудь простенькое понятного пойду в ремонт побегаю там как-то ладно в общем на этой грустной ноте всем огромное спасибо за просмотр напоминаю вам про лайки так не право короче всех тоже досюда смотрел обнимаю парней хлопать плечу дешечку кое-чечку увидимся в следующей серии дискорд донат и что-то там еще как-то так